И всем привет, ребят, с мастер-вакой, если записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашим рейтингам. И сегодня вместе с вами мы сделаем обзор на лучших игроков танков онлайн по УП. Это все те же самые-самые сильные игроки, которые встречаются вам в матчмейкинге. И именно они делают разницу в нашей игре, именно они попадаются чаще всего вам в матчмейкинговых катках. Возможно, вы их видели, возможно, не видели, а возможно, сегодня вы о них узнаете. Если вы ждали видеоролик, посвященный рейтингам, если вам нравятся подобного рода видеоролики, и вы хотите их видеть намного-намного чаще, то обязательно поддержьте данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Присоединяйтесь в наш Дискорд-сервер и также, конечно же, участвуйте в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройки игроков в аккаунте, кустой тему личный ТАК-ТАК-ТИМПЭ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форум, которая есть в описании. Что же касаемо наших рейтингов, то как только на этом видеоролике набирается 150 лайков, я начинаю записывать новую серию обзора рейтингов, профилей. Если у вас есть какие-то тоже интересные топы, интересные обзорчики, скидывайте мне их в личку в Дискорде, либо в комментариях. Можете тоже там список какой-то, постик сделать, да, с обзором профилей, там, определенных игроков. Если это будет интересно, то тоже обязательно этот контент мы сделаем. Ну и спасибо Давиду за еще один собранный полностью рейтинговый обзор на лучших игроков. И мы начинаем с 10-го места. Сегодня у нас топ-10 лучших игроков. И он открывается игроком с ником Spike68. Это Легенда17. И у Легенды17 за 1456 часов 040 УП. Играет он чаще всего на ВАЗ пика молоте. 9700 ГС при этом он имеет. Ну и играет довольно-таки активно в матчмейкинге. И играет в режиме захвата флага ЦП. А, ЦП, говорю, ДМ и ЦП. Да, то есть, ну, в большинстве своем случаев играет как раз-таки в захват флага. Играет, наверное, я надеюсь на то, что на доставочке он играет, да, потому что иначе тяжело будет оправдать его УП и его скиллозависимость. Но вот такую вот цифру он имеет. Если он играет на флаге, то, в принципе, наверное, это не так критично. Но в любом случае, респится данный молодой человек довольно-таки, довольно-таки большое количество. Девятое место. Игрок с ником ZXCVBNB123. 1-2-3, еще и 1-2-3, у него приписочка. 357 часов. И за 357 часов у данного молодого человека 0-39 УП. Играет он на Ареса, в Улкане в последнее время, да. Брут у него есть, резисты у него тоже какие-то есть. И при этом у него 5000 ГС на третьей легенде. В последние две недели он в игру не заходил. Может быть, взял какой-то перерыв от игры. Но он любитель Джаггернаута, любитель ТДМа, любитель захвата флага. По сути, во всех режимах он играет. Нет у него никакого определенного режима, в котором он бы играл. И на Ареса в Улканчике наваливает плотного контента. При том, что у него есть страйкер МК-7. Он предпочитает играть на Вулкане. Вулкан ему нравится значительно, значительно больше. Восьмое место игрок с ником ИОП1. 0.38 ИП за 825 часов. Этот игрок играет на Викинга Гауссе в большинстве своем. 8000 ГС для десятой легенды. У него именно такие цифры. Ну и чаще всего этот игрок играет в режим Джаггернаута. В Джаггернауте наваливает молодой человечек. Ну и 0.38 УП тоже неплохой результат для лучшего игрока. Дальше. Игрок с ником ЕХДГС. Маршал. 0.33 УП. 377 часов. 3.400 ГС на Маршале. И этот игрок играет на вас по рельсе. В захвате флага. В ТДМ. Да и в других режимах тоже. То есть, но больше всего в захвате флага и в ТДМ. На вас по рельсе. За 377 часов. 0.33 УП на Маршале. Вот такой вот крутейший показатель. И на протяжении всего этого времени он продолжает играть в наш матчмейкинг. Продолжает показывать суперконтентовые результаты с 3.400 ГС. Это, конечно, очень и очень сильно. Ну а мы переходим дальше. Дальше у нас игрок с ником Фури Брат Пит. Жесткий Братик Питик. 0.33 УП за 1800 часов на легенде номер 8. 3000 ГС. 3000 ГС. Но у него при этом есть еще рикошет МК-7. Но он предпочитает играть на грамме МК-4. На диктаторе МК-1. У него все корпуса, я так понимаю, МК-1. И он не видит в этом никакой абсолютно проблемы на легенде номер 8. Он наваливает контентика в ЦП, в захват флага. И показывает лютейшие результаты в рамках нашего матчмейкинга с 0.31 УП за 1800 часов. Я считаю, что это очень и очень сильно. Но это еще даже не топ-5. А мы сейчас переходим к топ-5 игрокам. И открывает пятерку игрок с ником Сумм-1-1. 3.900 ГС. 0.29 УП за 1000 часов. И это Хоре Скорпион. Но у него есть уже и Викинг тоже МК-6. Но я так понимаю, что Хорька в этом плане больше любит. А может быть уже играет на Викинга Скорпионе. МК-6 на Генералиссимусе. И играет он тоже в захват флага. Все эти легенды играют по большей части в захват флага. Именно флаги им нравится играть. Возить не знаю, получается у них эти флаги или не получается. Но 0.29 УП за 1000 часов. Именно такой показатель имеет игрок с ником Сумм-1-1. Ну а мы переходим дальше. Дальше у нас игрок с ником Кар-16. Он реальная машина. Жесткая машина с 0.23 УП. 588 часов. 3000 ГС у него. И он играет на ВАЗ по Магнуме МК-4. Рабочее контентовое вооружение. Еще и для захвата флага и для Джаггернаута. И в этих двух режимах он также любит играть. И на второй легенде. Имеет 3000 ГС. Я честно не знаю как, как можно на легенде второй иметь 3000 УП. Да. Это для меня, ну до сих пор остается шоком. Да, когда я такие вещи вижу. Но факт есть факт. 3000 ГС. Легенда номер 2. Кар-16. Настоящая машина с 0.23 УП. Ну и открывает наш топ-3. Игрок с ником Ангел Хранитель. 0.20 УП за 484 часа на Генералиссимусе. Этот игрок активно играет в наш матчмейкинг. 8000 ГС он имеет в своем арсенале на Хантера Рикошете МК-7. И при этом все в раскладе. Он любит играть и захват флага, и джаггер, и цп, и тдм. То есть во всех режимах он любит наваливать. При этом, при этом у него 0.20 УП на Хантера Рике МК-7. Я, честно, не знаю, как добиваться таких результатов суперсильных. Может быть, вы мне подскажете в комментариях. Но 0.20 УП за 500 часов на Генусе. Это, конечно, сильно еще и с 8000 ГС. Это выглядит очень и очень солидно. Дальше. Второе место. 2.5. 3.2.5. 0.18 УП за 1000 часов. 6000 ГС. Хантера Смоки МК-7. Захват флага. Чисто захват флага. Чисто захват флага 0.18 УП. 1000 часов. 6000 ГС. И это все игроки, которые, ребяточки, на постоянной основе играют в нашу игру. Всех этих легендарных игроков у вас есть возможность встретить в матчмейкинге по сей день. Вот вы только смотрите видос, пикаете ММ, и одна из этих легенд уже попадается с вами, да. И вы сразу ему можете написать, что он самый сильный игрок. Самый сильный игрок на сегодняшний момент времени. Ну, как минимум топ-10 лучших игроков. Он точно залетает. Ну, и первая строчка от игрока с званием Генералиссимус. Sky 631 и рекордные 0.14 УП за 405 часов 4600 ГС. Он имеет в своем арсенале на дико громе МК-6. И он любит играть во все режимы. Он наваливает во все режимчики. У него самое большое количество прожатых мин. Значит, он припасы особо сильно не любит. Прожимать играет, возможно, без них. И при этом всем раскладе за 400 часов дошел до Генерала с жестким ГСником и с еще более жестким УП. 0.14. Именно этот игрок на сегодняшний момент времени занимает топ-1 нашего сегодняшнего рейтинга. И доказывает, что есть у нас еще легендарные игроки в нашей игре, которые умеют показывать лучшие результаты в матчмейкинговых катках и достигать настолько жестких вершин в нашей игре. По сути, это весь топ. Я повторюсь лишь только в том, что каждого из этих топ-игроков у вас есть возможность встретить по сей день в матчмейкинговых катках. Пишите, что вы думаете по поводу этих игроков. Встречали ли вы их в матчмейкинге? Видели ли вы их в боях? И что вы думаете по поводу всех этих игроков? Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился подобного рода рейтинг. И вы ждете новые рейтинги. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!